привет всем нашим подписчикам нашего канала мы сегодня с анатолием решили поплавать на каяках попробовать новый каяк этот синенький попозже мы вам его покажем а сейчас мы хотим показать куда мы приехали сейчас едем в село троицкое он там кременки находится вот этот храм в троицком находится а вот с этой стороны сверху открывается вид как разлилась река река разлилась очень широко все мы поедем тестить новый каяк и будем вам рассказывать и показывать подписывайтесь на этот канал комментируйте обязательно и ставьте лайки будет интересно следите за нашими приключениями так мы приехали поселение троицкое здесь усадьба господ было здесь когда-то жили господа развалины повелевали своими холопами холопы трудились а вот теперь приехали сюда мы с нашими лодками здесь на этом месте будет проводиться старт гравийной гонки очень скоро мы сделаем анонс также здесь мы планируем провести грибной марафон вот развалины господской усадьбы о куда это он едет ничего себе он едет прямо сюда здесь оставят свои каяки так это отец александр понятно значит здесь у нас будет старт нашей экспедиции река развивать то здесь раньше была дорога теперь все залито дорога вела прямо здесь глубоко здесь еще такой порог тут спускается лужок такой вот пониже есть появилась новое русло течение вот она получается тут его не было да это сара было это старое русло нет она так и было русло где ветки растут здесь просто бугор такой был чуть-чуть сюда выходил бугорок здесь вот лишь просто по этим видно где трава это высокая . так то есть это старое русло и ты хочешь против этого течения до грести по спокойнее спокойно ну отлично очень важный момент это подготовка в лодке к выходу мы видим если регулируемые упоры их надо выставить по длине ног проверить все потому что вот сиденье какое-то удобно мягко даже со спинкой сейчас александр будет настраивать упор под свою длину ног все очень просто делается разворачивается там специальный механизм и вытаскивается на себя видно сразу опытом делает движение уверенные отточены просто мастер мастер каяк мэн можно назвать мне нравится этот спинка конечно вот она узкая такая так александр снимает свои сапоги скороходы садится потому что лучший способ понять насколько тебе удобно это попробуй эту длина вот я не знаю тут двухметровый здесь почему он на суше он просто проверяет насколько до длина упора регулируется чтобы понимали усилия усилия от весла до передается через ноги а ноги упираются в упор таким образом до гребец ребят проталкивать свою вперед так здесь в отличие от первого варианта ус рулевое управление есть то есть можно управлять лодкой упор и тут все тоже четко сейчас пробуем смотрим ну вот лодки поравнялись александр еще не начал грести ну что ты уже гребешь нет александр ты гребешь или нет 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 хорошо я начал грести говорю александр до свидания я уже дико отстает так сейчас мы движемся вверх по течению как дела нормально спасибо все нормально так итак мы движемся против течения александр пытается набрать скорость но это все это такое знаешь на несколько секунд усилия бесплодные которые ни к чему не ведут это преимущество сейчас растает у александра как как весенний снег а почему она растает потому что александр не знает не знает как правильно преодолевать препятствия против течения вот смотрите знание это все незнание это тоже все вот александр например вот он но не может крести не получается хотя старается а почему так я решил причалить к этому к этому прекрасному дереву солнышко выгляну впереди какой-то кладбище александр все пытается меня догнать хотя я никуда не гребу вот он выходит вперед пошел-пошел куда пошел куда если честно пошел два грибка вперед один назад не не гребли куда он пойдет это так такие попытки слабосильные мало малоэффективны вот опять александр уже отстает еще пару грибочков он уже глубоко взаде отставший все до свидания александр опять он в одиночестве остается а я тем временем смотрите прохожу такой сандр как вот оказалось что ты опять позади как вот так оказывается это же не честно несправедливо александр делать вид что он гребет но на самом деле ничего не гребет он сейчас вместе с теми льдинами снесет то есть все на этом дело закончится вот так вот это все происходит а мы сейчас его немножко опередим мы сделаем хитро мы пройдем здесь то есть пройдем вдоль берега где течение меньше опередим александр конечно все надо будет грести но будет более быстрый ход быстрый маршрут проходим палочки деревяшечка там и прошли могучее такое дерево в воде вот как как бороться с александром поплываем вот смотри один грибок александр уже здесь далеко он не смог уйти берем на абордаж его ну что александр когда когда будем грести ты готов соревноваться со мной готов точно то приготовились перевезло внимание марш поехали ну давай 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 я тебя жду александр давай свою мышцу мышцы напряги сюда и я тебя жду чем не грести то давай 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 как только мы поравняемся начинаю грести я жду тебя же ты поравнялся со мной но чтоб ты поравнялся со мной я же не гребусь я просто весло махаю значит у тебя лодка небесного цвета поэтому тебе кажется что я снимаю небо ну что еще ускорение давай до какого дерева че чего наконец-то догадался александр самое главное занять выгодную позицию остальное все пустяки так и в жизни а делай вид что у тебя позиция не выгода можно чего так сделал русло пошло слева осталось а уже попробуем пройти на перерез если за затопленный лес тут течения нету такое маленькое движемся сюда александр какое-то лирическое настроение не спортивное не хочет грести сегодня начал начал это ледяная преграда итак ледокол идет ледокол ухты ё-моё попробуй пройти через такие торосы а ты чё александр где ломаешь так смотрите я застрял ой-ой-ой да я вижу но просто мне некуда держись александр сейчас будет жестко я прям их ломаю хори захожу на верх и ломаю не не надо такую льдинку встретить на пути вот сломалась а массы просто утонула не нифига о зараза вот это да наконец ослабился смогу такую просто батарейка заменена александр говорит что в нашем городе таруси как правило все время как все тебе небо надо снимать прям смену надо глаза все в порядок так какой план действий потом назад а где русло течет под тем берегом за не мы сами доплыли конечно ну да тут течение не сильно а тут так и вода разлита тут можно так вот александр припустил александр говорит что 200 километров это для него семечки все равно впечатляет очень круто я думаю макинатор 3 прогребли 4 лебедя взлетели это полетели белые сейчас может приземляться то ли они отдыхают то ли они ведут дальше мелко да поворачиваем туда-то курс туда на вышку держим эти деревья впереди здесь вот сбоку от меня это русло реки я сейчас плыву по затопленному полю если дать было кукурузу посажено торчат вот эти початки это остатки от початка сейчас буду пробираться искать выход потому что там лед и настоит она просто кусты меш мешают буду искать проход в русло так пробуем найти здесь выход в русло то есть большой подъем воды в этом году как и в прошлом году тоже высоко поднималась река это про 2 река про 2 на более спокойней река таруса она летит сегодня вся летит плавать по ней не хочу когда станет на поспокойней уровень упадет риском жестко там сегодня как-то можно плавать да но там большое течение и если после поворотов прижмет куда-нибудь в кусты то можно перевернуться просто не успеешь вырулить а и и и и и и и тут я вошел в русло зашел с поля в этом месте река делает резкий поворот есть большое течение быстрая вот видно как стоят в ряд лозы а тут какая воронка закручивает это русло воронки плотность воды очень низкая весло проскакивает это красиво вот где-то на долей плывет я увидел я увидел свободу от чего от этого разлива от этой погоды от компании на таких прекрасных каяках приятнее да согласен а потом русский знаешь как там даже не надо грести они также вот как мы сейчас идем там такое же течение я честно говоря очкую чуть-чуть потому что переворачивался я теперь очкую я вообще про это не знал а тут путешествие по протве закончилась я очень доволен вот этим каяком каяк марлин фирмы каяк 64 каяк соскегом максимальная длина у него большая дека свободная ноги себя хорошо чувствует меньше устают чем в каяке вот serenity это вильнеровский каяк у нее дека чуть пониже они очень похожи но у серените плоское дно он такой более устойчивый у марлина одно такое полукруглое он более такой скоростной в общем четкий каяк буду еще один новый есть тестировать не помню как называется уже разные да да чуть-чуть разные у него есть рулевое управление тоже есть скет забыл забыл как даже называется ну ладно следующей серии я скажу как он называется всем пока ставьте лайки пишите комменты